Это видео было подготовлено EA Creator Network. Это видео было подготовлено EA Creator Network. И, кстати, ребят, если вдруг вы пропустили предыдущую серию, Джеки и Норман решили взять еще животных. Так что знакомьтесь, это козочка по имени Пампкин, а это овечка по имени Берри. Розовую овечку я решила назвать Шугар, а черную козочку зовут Фьюри. Ставьте лайк, кому тоже нравятся наши питомцы. И, кстати, мне кажется, нам с вами нужно сделать небольшой ремонт. Во-первых, мне кажется, что одной кормушки как бы маловато уже, потому что у нас все-таки 5 питомцев. Ну и как бы хотя бы еще одну точно нужно добавить. И я вот думаю, может быть, нам с вами стоит здесь все переставить. Все-таки наши ребята планируют устроить еще одну вечеринку, и мне кажется, что места для вечеринки маловато. Мы с вами в гости редко кого приглашаем, потому что у нас гости такие. Вы же знаете, иногда они любят украсть стул, или стол, или холодильник, а нам же такое не нужно. Поэтому я думаю, что мы вот здесь добавим с вами небольшую площадку, а вот эти вот деревья и кущики мы с вами перенесем вот сюда. И я смотрю, что у нас тут, по-моему, полунычка созрела, да? Мы сейчас попросим Нормана пойти это все пособирать. Давайте посмотрим, как дела. А у Нормана, в принципе, все прекрасно. Он решил отдохнуть на лавочке после вечеринки, но я думаю, что мы его сейчас с вами разбудим. И попросим пособирать весь урожай. А как дела у Джеки? Мало того, что Джеки голодная, так она еще и хочет спать. Мы ее сейчас попросим, давайте мы, наверное, попросим все-таки взять порцию. Ну и затем мы, наверное, ее сразу же отправим отдыхать, потому что все-таки хотелось, чтобы она выспалась. И затем она, конечно же, дальше будет заниматься оливкой. И мы потом с вами переставим вот это вот все. Я думаю, что телескоп мы с вами тоже переставим. В общем, здесь у нас будет такая вот небольшая площадка для наших питомцев. А здесь у нас будет небольшая площадка для вечеринок. Мне кажется, что идея очень даже неплохая. И, кстати, у нас тут почему-то везде вот эти вот бокалы с нектаром. А что, у нас никто не пробовал этот нектар? Как-то грустно стало. Мне казалось, что нектар вроде бы получился очень даже неплохой у нашего Нормана. Кстати, давайте посмотрим, как там дела у нектара. Открыть. Так, стоять, куда это? Пошел уже куда-то по своим делам. Значит, малая выдержка. Потом давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас малая выдержка. Ну, кстати, посмотрите, стоит-то он недешево. Здесь у нас малая выдержка. Средняя. Ребята, сколько? Нектар жизни 10800. Ну, знаете, ребят, надо побольше нектара жизни делать. Потому что мне кажется, что когда будет выдержка прям очень долгая, наверное, он будет стоить тысяч пятьдесят. Представляете? Вот это было бы очень круто. Здесь у нас малая выдержка. Средняя, кстати, бурьянный нектар. Слушайте, давайте попросим нашего Нормана, чтобы он еще сделал, наверное, пару бутылочек создать нектар. Давайте попросим, наверное, ягодный. Потом попросим, наверное, фруктовый. Ну, раз у него, в принципе, все not so bad, хай занимается нектаром. А мы с вами посмотрим, как дела у Джеки. Значит, Джеки уже перекусила. Я предлагаю, знаете, что сделать? Давайте мы вот эти вот все оставшиеся тарелки все-таки перенесем вот сюда. У нас еще... А, я подумала, у нас есть еще. Ребята, у нас тут еще один бургер. Вы представляете? Везде у нас стоят вот эти вот бокалы. Почему-то бутылка пустая. А выбросить? Или я должна за всех выбрасывать? Ну, видимо, я должна за всех выбрасывать. Ты перекусила, хорошая моя? Тогда ты отправляйся, пожалуйста, отдыхать. А мы с вами что должны сделать? Мы должны попросить Нормана, чтобы он, наверное, отправился скосить еще бурьян. Но перед тем, как мы его куда-то отправим, давайте мы все-таки займемся минимальным ремонтом. У нас все-таки есть 8389 симмиллионов. Можем себе это позволить. Значит, вот это все я хочу переставить, наверное, вот сюда. Раз. Потом мы с вами делаем вот сюда два. Переносим вот это вот дерево. Я хочу, наверное, вот это вот все сейчас... Нет, расширять не хочу. Давайте мы, наверное, здесь добавим навес. Я все-таки включила перемещалку, потому что мне бы хотелось, конечно, здесь все красиво разместить. Значит, ты у нас будешь туточки. Бурьян мы не убираем. Бурьян – это дуже ценный ресурс, поэтому... Нет, мы его никуда не денем. И, наверное... Ребят, я могу взять пампкин. Я могу переместить в багаж. Могу... Нет, продать я не... Фух, я уже перепугалась, что я смогу сейчас козочку продать. Вы представляете? Значит, давайте, что мы с вами сделаем. Вот это мы тоже с вами убираем. Вот это мы с вами все убираем. И вот это убираем. Пока что в сторону, а потом посмотрим. Ребят, мне кажется, или только что лошадки и ножки дрыгались? Наверное, мне кажется. Наверное, у меня уже глюки. Я просто эту серию после стрима записываю, поэтому... Всяки, может быть. Ребят, она... Она только... Вы же это видели? Ладно, допустим. Наверное, когда я не смотрю, тогда она и дрыгает. Перемещаем. Ага, нельзя так сделать. Тогда мы сделаем с вами вот так. И что я хочу? Я хочу вот эти вот взять колонны. Вот так сделаем. И давайте, наверное, еще на одну. Оп. И тогда берем еще колонну раз. Здесь, здесь и здесь. Затем мы с вами что добавим? Мы добавим вот так вот стенку раз. Стенку два. Стенку три. Ребята, она точно дергает ногами? Она точно дергает ногами? Ну, у меня же... У меня же нет глюков. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, она дергает или нет. Потому что мне кажется, что она дергает. Может быть, она, правда, пытается в такт музыке? Who knows? Так, это мы с вами все сделали. Я не буду здесь добавлять проход. Нет! Ребят, к нам гости в дом, наверное, заходить все-таки не будут. Потому что мы с вами знаем, иногда им действительно очень интересно, что у нас происходит. Поэтому... Но-но-но-но-но-но-но. Так, теперь мне нужно взять какое-то дерево. Вот так. Раз, два. Убираем. Ребят, да дергает она точно. Точно дергает наша лошадка ножками. Мы вот сюда. Фу. Что с грилем? Ребят, что с грилем? Почему он такой? Почему он такой? Берем и переставляем. Никто же не гэпнется здесь. Но будем надеяться, что нет. Правильно? Правильно. Это мы с вами разместили. Хочу какой-нибудь симпатичный горщик. Ладно, я хотела сказать светильник. Но светильник, светильник, светильник. Светильник. У нас же есть какие-то... Ну, кстати, можно взять вот это. Слушайте, давайте вот здесь... Давайте здесь добавим. Можно вот такие вот лампочки. Не знаю. Давайте возьмем вот такую вот люстру. Вот здесь она у нас будет. Супер, супер. Можно, конечно, по-другому. Можно переставить. Слушайте, давайте попробуем. Я сделаю раз, потом два. Можно вот тут в центре, конечно, разместить вот этот стол. Но, понимаете, я размещу в центре, и где мне ставить гриль. Хотя, слушайте, давайте так и сделаем. А еще здесь у нас будет вот так. Здесь у нас будет вот так. И эту колонну, кстати, нужно развернуть. Потому что она у нас крывенька. И ты у нас тоже крывенька. А вот тут мы ставим гриль. Все. Супер. Все. И никто никому не мешает. А здесь у нас такое симпатичное, уютное местечко. Здесь можно пройти, здесь пройти. И я уверена, что никто нигде не будет застревать. А давайте здесь у нас будут вот такие вот свечки. Поднос со свечками. Супер. Так, вроде бы мы с вами все добавили. Я хочу еще одну кормушку. Давайте мы вот так вот сделаем. И мы сейчас, наверное, Нормана отправим за бурьяном. И потом попросим вот это вот все наполнить. Здесь у нас водичка. Я думаю, что пока что одной хватит. И может быть нам с вами радио здесь разместить? Как думаете? Можно было бы взять какую-нибудь... А что мы можем за полочку взять? Может быть у нас тут есть какая-то... Давайте вот эту вот полочку. В смысле, вот эту вот бочку. Здесь у нас будет стоять бочка. И на вот эту бочку мы с вами попробуем поставить музыкальный проигрыватель. Можно? Да, супер. Вот здесь у нас будет бочка с музыкальным проигрывателем. Давайте посмотрим, как ночью оно будет все выглядеть. Ну, смотрите, по-моему, очень даже симпатично. Мне нравится. Мне нравится и для вечеринки как раз идеально подойдет. Слушайте, а бар у нас с вами есть? Ну, я имею в виду, что бар. А хотя зачем нам бар, если у нас есть вино от Нормана? Вино для Нормана. Хорошо. Это мы все добавили. Давайте посмотрим, что нам может понадобиться для питомцев. Может быть, еще бурьян? Давайте здесь у нас будет еще бурьян. Мне нравится, что он сразу вырастает. И стоило нам вряд ли еще одно понадобиться. Мячик у нас есть. Но, в принципе, мне кажется, что уже получше. Тут можно, правда, трошки сейчас добавить зеленушки. Ну, чтобы у нас питомцы все-таки вот бегали по вот этой вот травке. О, супер. Мне нравится. И мне кажется, уже все готово. Смотрите. По-моему, выглядит очень даже неплохо. На часах уже 9 часов утра, и Джеки отправилась тренироваться с Оливкой. Ну, а Норман решил поухаживать за животными. И, кстати, к нам на ранчо уже приехал Камасси. И сейчас он работает в саду. И вы даже не представляете, какие взгляды в его сторону бросает Норман. Я думаю, что Норману нужно будет сегодня какое-то время провести с Камассей. Ну, а мы с вами отправляемся к нашей Джеки. И я думаю, что сегодня мы с вами попробуем принять участие еще в каких-то состязаниях. Давайте посмотрим, что нам с вами сейчас доступно. Участвует конное состязание. Значит, может быть, нам с вами... Нам с вами, нам с вами, нам с вами. Давайте везде посмотрим, что у нас есть. Значит, тут нам не хватает одной галочки. А здесь у нас есть все галочки. Слушай, ты, давайте попробуем. Western Pleasure. Ну, понятное дело, что главный чемпионат пока что еще рано выбирать. Но я надеюсь, что наши девчонки сейчас справятся. Как думаете, справятся? Ну, обязательно же должны справиться. Возвращаемся к Норману. А что у тебя уже произошло? Неприятное окружение. Почему? Ну, у нас тут одна только колюжа и все. Ну, а так вроде бы все неплохо. Ну, да, хорошо, ладно. Положи, пожалуйста, в багаж навоз. А может быть, он ругается, потому что у него в багаже навоз? Вы представляете, у нас есть еще плод граната. Только куда мне его посадить? У меня больше нет. Хотя, стоп, ребят. А давайте мы, наверное, прикупим... Давайте, наверное, прикупим еще... Еще одну клумбу. И у нас тут как раз есть местечко. И здесь можно... А здесь... Ну, теоретически и здесь. Но тут, наверное, сажать гранат смысла нет. Поэтому давайте мы, наверное, вот здесь попросим сейчас Нормана, чтобы он посадил гранат. Гранат, гранат. Смотрите, у нас есть еще несколько бутылок. Просто Норман покосил бурьян. И у него теперь есть различные бутылки. Значит, давайте мы возьмем вот этот вот плод. И мы, наверное, его здесь сейчас посадим. Посади, пожалуйста. А что у нас есть еще? У нас есть... О, ребят, черешню. Давайте посадим черешню. Правда, не знаю, зачем мы не можем делать, к сожалению, нектар из черешни. Но хай будет. Ну, допустим, у нас же все-таки может быть состязание. Ребята, начинается состязание. Начинается состязание. Потом нужно собрать всю полунычку. И потом я хочу отправить нашего Нормана поболтать. Камасе, а можно убрать, пожалуйста, вот эту вот грязную посуду? Я, конечно, могу за него убрать. Но он как бы работает у нас на ранчо. Поэтому, мне кажется, он может с этим всем помочь. О, у нас есть еще одна бутылка. Энергетически сколько? Долгая выдержка. 1900. Слушайте. А давайте глянем. А уже приехал или не приехал? Приехал или не приехал? Ну и где наш Роберто? Роберто Александрович, в смысле? Грусть черешни не дает ростки. А что не так? Что не так с размещением? А кто это у нас такой стильный тут гуляет? Смотрите. Енот решил себе выбрать вот такой вот стильный-стильный костюм. Ребята, а где Роберто? Давайте мы с вами его поищем, потому что мы его давно не видели. Блин, его здесь нет. Роберто! Роберто Александрович! Вы нам очень срочно нужны! Нам! Слушайте, давайте мы его... А мы не можем его пригласить. Мы можем с ним только поболтать. Ну давайте поболтаем. Нам же нужно все-таки... Нам же все-таки... Нужен этот цветок. Я просто хочу, чтобы у нас было несколько вот этих вот нектаров. Вы же видели. Десять тысяч, ребят. Десять тысяч можно получить. Победа! Медаль, правда, бронзовая. Жалко. Лошадь немного зажалась, но ваше выступление все же удостоилось третьего места. Слушайте, ну неплохо. Очень даже неплохо. Наши девчонки просто молодцы. Мы сейчас их попросим, наверное, отправиться еще на тренировку. Значит, давай-ка мы, наверное, что сделаем? Прокатиться. Давайте в быстром темпе. Я надеюсь, что они еще не сильно устали. Я хочу разместить табличку, 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 табличку. У нас же, по-моему, сколько? У нас, по-моему, уже две таблички. А где мой дом? А, вот мой дом. Я не могу понять, где же наш дом находится. Значит, пока что у нас тут только одна... О, наконец-то, Роберто! Роберто! Алехандро! Так стоять! Это бутылки, которые подготовил для Джеки Мормон. И вот, смотрите, у нас уже есть награды. Это круто! Мы сейчас попросим Нормана, чтобы он отправился к Роберто Алехандровичу. Слушай, а... Велосипед же остался в другой локации. Я хотела только попросить его поехать на велосипеде. Но можно, конечно, еще один купить. У нас все-таки шесть тысяч есть. А где Роберто? Роберто? Where are you? А, вот он где! Он все еще гуляет! Здрасте! Стать партнерами по буху. Приобретение лошади! Мне нужно, нужно, нужно у вас кое-что купить. Мне нужно у вас продать нектар. Подождите, а я не могу? Все? Он мне уже не предлагает? Подождите, ребят. Может, в глубоких предложить завести ребенка из пробирки? Нет, не надо. Это нам все не надо. Хвастаться раньше. А, ребят, а что, он больше не может? Да ну! Брехня! Может же! Он же должен нам предложить. Веселые пакости! Все, ребят. Больше у нас... Слушайте, а где этот цветок? Или мы уже сделали, да, нектар? Цветок, цветок. Да, мы уже с вами сделали нектар, к сожалению. А я хотела только сказать, что, может быть, мы с вами его посадим. Ну, ладно. Давайте тогда попросим его... Хотя, стоп. Я же хочу, чтобы он с Камасией поболтал. А где? А где? А где Камасия? Вот он где. Привет! Давайте, может быть, дружелюбные действия, интересы... Обсудить интересы. Пока что у нас будут просто нейтральные такие вот обсуждения. Пока что ребята просто поболтают. Кстати, Камасия у нас, по-моему, молодой персонаж, да? А ну, стоять! Взрослый. Мы можем сейчас с ним поболтать. И, кстати, давайте глянем, Камасия, Камасия, как он вообще к нему относится. Открыть профиль. Знакомый. Ни друг, ни враг. Выпускник старшей школы. То есть мы пока что про него вообще ничего не знаем. Но хотелось бы... Кто вонючка? Мы не вонючки. Мы не вонючки вообще. Обсудить хорошую кухню. И затем, давайте, может быть, рабочий нет. Мы не будем ничего просить у нас. И так все, в принципе, хорошо. Возвращаемся к нашей Джеки. Они до сих пор катаются. Слушайте, какие молодцы. Я хочу попросить сейчас, чтобы наша Джеки позанималась с оливкой. Смотрите, ей, наверное, желательно... Переходим с вами вот сюда. Открыть профиль. Ей нужно прокачать, наверное, прыжки. А где мы можем прокачать прыжки? Давайте мы отправим вот сюда прокачивать прыжки. Отрабатывать основные прыжки. Ну, а Норман, я смотрю, что решил посидеть, поболтать с Камасией. А давайте мы попробуем рассказать какую-нибудь шутку. И, может быть, нам попробовать романтика-флирт похвалить внешний вид. Как думаете, как он отреагирует? А ну-ка, давайте посмотрим. Интересно, как Камасия относится к Норману? Потому что то, как в его сторону посматривает Норман, ну, я думаю, что становится все сразу же понятно. А ну-ка, ребята, давайте глянем. Камасия возвращается. Камасия садится за стол. Ребят, по-моему, ему было приятно. Он, видимо, так нервничает, что решил то сесть, то встать, то сесть, то встать. А давайте тогда попробуем любовь. На свидание. Ну, пофлиртовать. Давайте попробуем. Мне кажется, Камасия в шоке, ребята. Мне кажется, Лен в шоке. Кстати, давайте какую-нибудь музыку, может, включим. А мы не можем включить, потому что у нас нет электричества. Ребят, ну, становится очень и очень даже интересно. А давайте мы, кстати, может быть, интересы... Обсудим интересы, а то мы действительно про него практически ничего не знаем. И еще обсудим интересы. Где наша Джеки? А Джеки решила, наверное, все-таки посидеть в интернете, пока у нее есть такая возможность. Значит, что я хочу сделать? У нас тут вроде бы все наполнено. Я хочу нашу Джеки отправить в туалет и затем усердно тереть. Давайте мы ее отправим в туалет. И что это? Почему у нас хот-доги здесь валяются? И затем мы ее отправим отдыхать, потому что все-таки, как вы видите, она устала. Целый день она работала с оливкой. Я думаю, что вечером мы ее снова отправим к пещере. Но, ребят, что-то мне подсказывает, что, скорее всего, в пещере мы вряд ли что-то найдем. Ну, не знаю, мне кажется, что вряд ли. Что-то у нас с пещерой как-то, видите, получается... Ооо, как это мило! Все-таки что-то мне подсказывает, что пещера, наверное, ну, будет просто нам давать всякие рандомные задания и все. Кстати, оплоди, пожалуйста, счета и затем, наверное, все-таки энергичная уборка. С утра у Джеки и Оливки была еще одна тренировка. И затем Джеки решила, наконец-то, отправиться в пещеру. Затем они отправятся на состязание. Но сначала нам нужно вот это все исследовать. Слушайте, ребят, что-то мне подсказывает, что, скорее всего, из этой пещеры мы вряд ли что-то интересное сможем получить. Нет, мы, конечно, можем найти сокровища, можем найти какие-то кристаллы. Но мне кажется, что прям что-то уникальное... Ну, вряд ли. Кстати, у меня появилась одна идейка. Мне кажется, что наша Оливка будет не против, если наши Джеки и Норман заведут еще одну лошадь. Мне кажется, что идея очень даже неплохая. Ну что, ребят, как думаете, мы сейчас с вами справимся с этой пещерой или же нет? Потому что я уже не представляю, кто нам тут может попасться. Холли узнала много нового. Я очень рада за Холли, которая узнала много нового. Пылающий череп? Ну, давайте атакуем. У меня есть мясо, если что. А у нас нет виноградного... Ребята! Чтобы успокоить череп, нам нужен виноградный гектар? Серьез ли? Ладно, давайте посмотрим, как тут дела у Бурьяна. Мы сейчас вообще отправимся, конечно, к нашей Оливке. О! Скосить весь Бурьян. Мы, конечно, сейчас отправимся к Оливке, потому что нам нужно сейчас отправиться на состязание. А вечером я очень хочу, чтобы наши ребята устроили, наверное, вечеринку. Мне кажется, что идея очень хорошая. Мы можем пригласить наших друзей. Мы можем опять с ними повеселиться. Я очень надеюсь, что нам удастся это сделать на золото. Мы же сами такую красивую все-таки организовали вот эту вот площадку. Ну что, ребят, давайте посмотрим, в каких состязаниях сейчас может принять участие Джеки. Переходим с вами вот сюда. И я думаю, что мы можем попробовать... Давайте попробуем... О, смотрите! Я же говорила, что я уже поиграла за кадром, и у нас тут, как видите, у нашей Оливки прокачка очень даже неплохая. Я надеюсь, что мы успеем. Мы же успеем. Девчонки, пожалуйста. Почему надо слазить? Почему с нашей лошадки нужно слазить? Ну окей, ладно, хорошо. Она решила пойти отдельно от Оливки. Что случилось, Шугар? Что не так? Давайте мы пострижем Шугар. И я хочу подготовиться к вечеринке. Я думаю, что нам с вами нужно будет, наверное, здесь добавить еще... Может быть, так, гриль у нас есть. Слушайте, а может быть, давайте купим нашему Норману гитару? Ну, как бы мы с вами не можем сейчас включать музыку. А мне кажется, что Норман с удовольствием поиграет на гитаре. Поэтому давайте мы купим гитару. Может быть, действительно сейчас наш Норман потренируется и сможет им потом какие-нибудь песни поиграть. Так, учись, пожалуйста, играть на гитаре. А мы с вами вот эти вот две бутылки отправляем вот сюда. Слушайте, у нас уже так много нектара. Джеки, по-моему, не успеет. Уже 6, 37, 38, 40. Но успела. Вы представляете? Успела! Как думаете, удастся ли ей на золото сейчас выступить с оливкой? Ну, я надеюсь, что хотя бы, может быть, на серебро. Ну, хотя бы на серебро. Давайте скрестим пальчики. Получим навык игры на гитаре. Как думаете, Норману вообще понравится играть на гитаре? Ну, я надеюсь, что понравится. Слушайте, а наши козочки и овечки решили послушать, как Норман играет на гитаре? А представляете, если им еще и понравится? Это было бы очень круто. Так, возвращаемся к нашей Джеки. Золото! Есть, ребята! Золото! 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 Первое место! Это первое-первыхое место! Ребята, это первая золотая медаль! Как же круто! Все! Нам нужно это отпраздновать. Я предлагаю устроить сейчас вечеринку. Мы должны отпраздновать. Запланировать. Мне кажется, что на 9 часов вечера можно как раз запланировать. Правда, она, конечно, от рожки ошарашена. Но мне кажется, что она сейчас очень быстро придет в себя. Мы хотим закатить крутую тусу! Значит, мы с вами уже устраивали день животных на ранчо. И сейчас мы с вами устроим праздник на ранчо. Награда за успешное завершение. Гости в сборе готовы пожертвовать ранчо своей семиллионы. Сколько? Это зависит от того, насколько успешным окажется мероприятие. Повеселитесь от души с семьей и друзьями на празднике на ранчо. Вас ждет музыка, каббойский танец, жареная еда, нектар общения. Отлично! Значит, кто у нас Джеки будет организатор? Конечно, мы же с вами знаем, что Джеки навсегда все организовывает. Давайте мы пригласим Барсука. Потом я хочу Бирюзу пригласить. Бурундука. Мы, наверное, с вами еще Горностай пригласим. Ну, Джей, ладно, Джей все время хочет к нам в гости. Потом я хочу еще Джона. Джунипер давайте пригласим. Потом хочу еще Ежевику. Слушайте, у нас тут такие интересные имена. Дэнни обязательно пригласим. Иван. Кайл. Ну, давайте, ладно, Кайл. Конечно, Камасю. Обязательно. Обязательно. Еще я бы хотела пригласить Лужайку. Ну, как это без Лужайки? Что это за вечеринка без Лужайки? Марису пригласим. Миранду. Ну, и, в принципе, все о 15 из 15. Мастер Гриле, я думаю, что, конечно же, будет наша Джеки. И мы с вами выбираем, где это все будет происходить. В резиденции. А время? А время мы не выбираем, но окей. Прямо сейчас. Танцпол для исполнения. Костер для мероприятия. О-оу. Ребята. Нам нужно срочно спешить домой. Вообще-то тебе желательно переодеться, хорошая моя. Наряды. Сменить одежду. Ну, давайте, переоденься. Вот. Садись, пожалуйста, на лошадку. У нее все прекрасно. Садись. И давайте отправляться домой. Быстрее садись. Я тебя прошу. О-о-о. Я смотрю, что Шуга решила к нам сюда отправиться. Все. Поехали. Пожалуйста, быстренько домой, ребятки. Скакать сюда легким голопом. А мы с вами что должны сделать? А мы с вами должны подготовиться к вечеринке, как вы понимаете. У нас нет ни танцпола. У нас нет. Так, а давайте, знаете, что сделаем? Давайте здесь у нас будет тогда бурьян. Я не продам бурьян. Нам нужно добавить танцпол. И нам нужно добавить, понятное дело, что костер. Так. Я предлагаю поилку. Тогда, знаете куда? Давайте вот здесь. Ребята, у нас же гости. Уже гости здесь есть. Быстрее. Гриль есть. Стульчики есть. Быстрее. Быстрее, быстрее. Музыка у нас, ну, почти есть. Ну, я, наверное, возьму вот такой, может быть. Давайте с зирочками. Все-таки я хочу с зирочками. Значит, танцпол у нас есть. Мне нужен костер. Костер, костер, костер. Костер, 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 костер. Вот костер. Здесь у нас будет костер. Тогда ты иди сюда. Мячик будет здесь, наверное, вообще. Ну, а костер у нас уточки. Все, нормально. Надеюсь, что гости будут в восторге. И надо сейчас, конечно, что-то приготовить, ребят. Нужно срочно что-то приготовить. Бегом отправляйтесь домой. Бегом. Скачите домой. Счастливая. Видите, она счастливая. Золото, ребята. Мы на золото смогли справиться. Теперь что мы делаем? Мы попросим нашу Джеки приготовить томатный суп. Похлебка из лесных орехов. Нет. Мы шашлык приготовим. И давайте, может быть, еще хот-доги. Ну, это классика жанра. И у нас уже танцы, ребята. Танцы начинаются. Разжечь костер. Давайте попросим разжечь костер. А ты не можешь? А почему? Норман боится огня. О, все. Без костра. Встретить гостей. Давайте пойдем поздороваемся. Привет. А где? А где? А где? А где же? Ну, ладно. Давай сначала поздороваемся с горностай. Флортовать? Нет. Расскажи анекдот про обезьян. Я надеюсь, что Камассия придет. Я его что-то не вижу. А где Камассия, ребята? А, вот он. Вот он уже танцует. А я смотрю, где Камассия? Встретить гостей. Ну, давай мы поднимем тебе настроение. О! А вот и еда. Я думаю, что надо достать бутылочки. У нас же есть бутылочки с вкусным нектаром. Я думаю, что у нас и так достаточно нектара, поэтому давайте мы сейчас откроем. И я предлагаю бурьянные средние выдержки. Господа, между прочим. Бурьянные средние выдержки. Ну, давайте, наверное, раз, два. У нас гостей много. И у нас есть еще ягодный. Возьмем еще ягодный. Я предлагаю, наверное, сейчас всех угостить. Правильно? Разжечь. Значит, наверное, Джеки пойдет разжигать. Правильно? Наверное, Джеки отправится сейчас разжигать. Разжечь. И затем пообщаться нужно с гостями. Норман, пообщайся, пожалуйста. Шутка для своих. О, шутить. Мы с вами вовремя шутки решили устраивать. Мы, кстати, сейчас можем еще раз смешить бурндук Андерсон. А вот и наша оливка. У оливки тоже все прекрасно. Только лучше отойди, пожалуйста, от костра. Пригласить гостей. Давай пригласим собраться. Ну, я думаю, что барсука, бирюзу и бурндука. У нас тут прекрасная компашка получается. Нужно еще раз пошутить. Так, ну кто у нас за шутки отвечает? Норман, я так понимаю. Норман у нас сейчас еще, наверное, пошутит с горностай. Поцеловать руку. Не надо. Не надо. Давай сейчас вот без этого. Расскажи анекдоты из серии, кто там. А где бурндук? Бурндук? А где все наши ребята? Ну, давай еще раз пригласим. Давай Джунипер и, может быть, Кайло и Енотька. Может быть, такая компания у нас захочет собраться. Люди, подходите. Ребята, они кушают наши хот-доги. Как приятно. Как приятно. Подходите, пожалуйста. Вы не хотите с нами время проводить? Как-то обидно. Ой, подошли. Ребята, как приятно. Действительно, они все-таки решили провести время с нашими ребятами. Теперь мы попросим Нормана. Раз он у нас отвечает еще и за напитки. Ребята, кто-то горит. Горит пожар. Надо потушить. Срочно, срочно потушить. Ты что? Туши. Джеки, туши. Туши енота. Ребята, горит енот. Енот горит. Уже не горит. Кто? Вот кто тарелку тут оставил? Вот зачем тарелку оставлять? Объясните мне, пожалуйста. Все? Мы всех спасли. Мы всех спасли. Теперь надо выпить. Норман, не бегай, пожалуйста, с бутылками. Я тебя прошу. Просто налей четыре порции и налей четыре порции. Всем нужно успокоиться и выпить наш божественный нектар. Норман, не бойся. Гости такие, ох, тут такой кошмар происходил. Но Норман нам помог. И это не может не радовать. Это нас всех очень-очень-очень успокоило, что Джеки быстро среагировала. Ну, смотрите, она себе ходит уверенная такая. Ты можешь налить? А, так он уже наливает. Люди, подходите. Подходите, забирайте по стаканчику, выпивайте. Вы же все захотите попробовать, да? Да? Нектар же не против отведать этот восхитительный нектар. Это же восхитительный нектар, да, ребят? О! Я вам что сказала? Сейчас все захотят выпить. Слушать музыку ранчо. Ребят, может быть, нам с вами, если не будет хватать все-таки заданий, мы включим на полчасика музыку. Ну, мне кажется, что наши ребята не откажутся от того, чтобы послушать музыку. Ну, будем считать, что мы подключились на какое-то время, поймали какую-то станцию, смогли, не знаю, батарейки купить для нашего радио. А что, никто не хочет попробовать наш нектар? Пригласить гостей пить. Ну, вот смотрите, убедитесь в том, что на вашем мероприятии есть бутылки или бокалы с нектаром, и гости... А, вот все, один, два, три. Прекрасно. Пригласить гостей есть жареную еду. А где у нас жареная еда? Ребята, еды уже все? А еда уже добрый вечер? А где у нас? Они что, уже все съели? Серьезно? Джеки, я тебя должна еще попросить. Ну, у нас там кусочек, там гриль. Ну, давай кукурузу. А как это они так быстро все съели? Мы же только приготовили, тем более, два блюда. Как они так быстро все съели? Вы представляете? Я так понимаю, что после этой вечеринки наша Джеки еще будет дальше тренироваться с оливкой. Я просто очень хочу... Только, пожалуйста, без пожара. Опять пожар? Что вы тут все бегаете? Не надо бегать. А давайте попросим, кстати, Нормана, чтобы он поиграл на гитаре. Я не знаю, конечно, понравится нашим гостям или нет, но я надеюсь, что понравится. Сыграй, пожалуйста, радовать персонажа мелодии. О! А ну-ка, Норман, давай. Специально для Камаси он сейчас сыграет. А ну-ка, зажигай. А мы, кстати, сейчас с вами повесим. Повесим. Вот у нас и музыка. Смотрите, сколько у нас уже наград. Ты приготовила? Все, молодец. Сейчас мы всех должны пригласить. Вы хотите попробовать кукурузку? Пригласить за стол? Давай, пригласи, пока никто не разобрал. Пока никто не разобрал кукурузу. Слушайте, они сидят, общаются. Так приятно. Кто-то танцует, кто-то общается. Слушайте, это здорово. А, кукуруза. Кукуруза уже на столе. Подходите, забирайте. Только какие-то они не очень довольные. Кукурузку берите. Кукурузку забирайте. Давайте мы, наверное, попросим нашу Джеки, чтобы она что-нибудь еще приготовила. Может быть, жареную курицу. И в итоге у нас остался один пункт. Слушать музыку ранчо. Но я не буду включать, ребят, электричество. Но мне кажется, это будет неправильно. Ну, раз мы с вами играем без электроэнергии, значит, мы с вами сделали все пункты, кроме слушать музыку. Но в любом случае, я вижу, что у нас тут так много грязной посуды. Надо сейчас все это поубирать. Вот понимаете, порасставляли, порасставляли. И, конечно, нам нужно вот это вот все сейчас быстренько поубирать. Но я смотрю, что наши гости, в принципе, в восторге. Им понравилось. Они танцуют, общаются. Да, у нас, конечно, тут приключилась не очень приятная ситуевина. Но я хочу попросить нашего Нормана, чтобы он сейчас, наверное, оставил гитару. Давайте мы... Ну, мы не будем, конечно. Поблагодарим за посещение. И, может быть, им стоит все-таки провести время вместе. Может быть, они просто на лавочке вместе посетят. Ты чего злишься? А, ну да, ему же не нравится, что так много персонажей здесь. Давай, может, расскажем забавную историю. Расскажем анекдот про мимов. И, может быть, попробуем похвалить внешний вид. Я не знаю, как он среагирует. Тем более, что мы сегодня Камаси увидели с барышней. И вот я не знаю пока, что кем она является нашему Камаси. Но я надеюсь, что никем. Ты у нас что делаешь? А ты общаешься? Слушайте, ну, Джеки себя прекрасно чувствует в компании. Она просто в восторге, когда здесь собирается много ребят. Потому что она у нас очень общительная. И я смотрю, что нужно наполнить кормушку. Ну-ка, давайте глянем. А может быть, мы сейчас добавим Камасию и действия. А мы не можем. У нас же сейчас мероприятие. Просто хотелось бы, может быть, где-то с ним побывать сейчас. Ребята, по-моему, Камасия в восторге от того, какие комплименты. Вы посмотрите, зеленые сердечки. Давайте попробуем признаться в симпатии. Но я бы хотела не здесь признаться в симпатии. Блин, хочется его... А ну-ка, давай-ка, иди сюда. Иди сюда и позови его, наверное. Давай вот сюда подходи. И я хочу позвать Камасию. Можно? Можешь подойти к нам, пожалуйста? Позвать. О! Ну, надо его все-таки как-то, знаете, выдернуть из этой компании. А ну-ка, попробуем ему признаться в симпатии. Я не знаю, как он отреагирует. Но, судя по бодрому походничку, мы сейчас можем быстренько так сделать. Хопа, хопа. Ребята, как думаете, как сейчас отреагирует Камасия? Я надеюсь, что хорошо. Вы разошлись! Возвращаемся. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ребята, как грустно! А я-то думала... Ну, хорошо, давайте попробуем подарить розу. Не знаю, откуда будет роза сейчас у нашего Нормана. Мы вроде розы не выращиваем. Вы представляете, какая неловкая ситуация? Ладно. Норман посидит здесь, наверное, и поболтает. И мне не очень понравилась сложившаяся ситуация. Вот прям совсем не понравилась. Ребята, ну шо поробышь? Получается, Камасии не нравится наш Норман. Ладно, давайте мы попросим Джеки сейчас поубирать. Она затем отправится отдохнет. И с утра она опять приступит к тренировкам. Я очень хочу сегодня попробовать все-таки дойти до какого-нибудь, может быть, второго или даже третьего этапа. И хотелось бы, конечно, чтобы Джеки и Оливка получили золото. Но, блин, как-то мне за Нормана так обидно. Ребят, может быть, у них просто пока что еще отношения не настолько хорошие. Может быть, они еще действительно... Давайте спросим. А может, у него пара есть? Ну, давайте. Серебро. Сколько мы? 450 миллионов. В принципе, тоже неплохо. У тебя пара есть? А куда ты пошел? Ребят, он не захотел рассказывать. Норман узнал, что не имеет партнера. Слушайте, ну... Может быть, они просто все еще мало знакомы. И у Нормана еще есть шанс. Ребят, Джеки и Оливку можно поздравить. Они получили еще одну золотую медаль. И Джеки в голову пришла идея, пока она ждала Оливку, пока та была на тренировке. А может быть, стоит спасти еще одну лошадь? Мне кажется, что идея хорошая. Изначально Джеки собиралась просто купить лошадь. Но мы же с вами знаем, что она все-таки предпочтет спасти. Давайте посмотрим, кого мы можем сейчас спасти. Банжо. Это у нас, получается, пожилой конь. Потом можно Гран-при. Жеребенок. Можно спасти пожилую кобылу Зик. Калифорния взрослая. Я хочу взять взрослую лошадь. Но это у нас девочка. Потом есть конь. Фетка. И это тоже жеребенок. Пирожок. Взрослый конь. Хм. Слушайте, а может возьмем пирожка? Учитывая, что у нас как бы Оливка девочка, пирожок мальчик, я бы хотела посмотреть, какие у них будут жеребята. Вам же тоже интересно на это глянуть. Значит, свободолюбие, спокойствие и потребность во внимании. Давайте возьмем пирожка. Ребята, у нас сейчас будет еще одна лошадь. Вы представляете? Наша Джеки вообще молодец. Наша Джеки действительно молодец. Она все-таки, ну вот знаете, у нее большое сердце. Она очень хочет помочь прям всем. И, кстати, нам нужно будет сейчас вернуться домой и повесить еще одну золотую медаль. Ребята, еще одна лошадь. У нас сейчас будет еще одна лошадь. И, кстати, наша Оливка практически до десятого уровня прокачалась. Вы представляете? У нее там каждые вот эти вот показатели где-то восемь, девять. И, по-моему, что-то уже до десятки. Они тренируются постоянно, ребят. Джеки выспалась, перекусила. Они отправились. Давайте назовем лошадь. Я сначала думала оставить пирожок. Давайте назовем его круассан. Круассан. Какой круассан? Круассан. Фокс. Оливка и круассан. Готово. И, ребята, встречайте еще одну лошадь. Нет, это не еще одна лошадь. Это наша Джеки. И где круассан? Подходи, не бойся. Новая лошадь. Поздравляем. Теперь у вас есть лошадь. Лошадь требует постоянного труда, тренировок и внимания. Смотрите, какой красавец. Ребята, смотрите, какой красавец. Круассан, привет. Привет, круассан. Надо позвать Оливку. Они же должны познакомиться. Привет. Ну, мы никак не можем нормально развернуться. Здравствуй, круассан. Смотрите, какой он хороший. Как думаете, Оливке он понравится? Получен навык темперамент. Нам с вами нужно будет, конечно, еще работать, работать. И работать с круассаном. По-моему, Оливка в шоке. А смотрите, круассан смутился. А круассан смутился. Да ладно тебе. Кстати, обратите внимание, у него желтый бантик. И у нашей Оливки желтый бантик. И что-то они друг другу вроде как нравятся. Ребята. Ты чего попой повернулся к нашей... Так. Я что-то пропустила? А ну-ка расскажи, что случилось. Что не так? Вы что, не поладили уже? Круассан чувствует счастье. А у тебя как дела? Ребят, я надеюсь, что у них будут хорошие отношения. Давайте мы все-таки попросим прокатиться действие, продать за 10 тысяч. Ребята, наша лошадь сейчас стоит 10 тысяч. Нет. Я хочу все-таки навык поощрить. Поощрить к общению. Лошади. Круассан. Мне не нравится, что вы ругаетесь. Так, гуляй. Опытный тренер лошадей может столько научить. Да ладно. Наша Джеки тоже может много чему научить. У меня аж голос сел. Пожалуйста, будь дружелюбной. Я тебя очень прошу. Вы будете общаться, я надеюсь? Ребята, смотрите, как это все мило выглядит. Ну, вроде бы... Так, а ну не отворачивайся. А ну не отворачивайся, а то я сейчас тебя поругаю. Давайте мы тоже попросим. Пожалуйста, поощрить к спариванию. Нет, я хотела к общению. Но они пока что не очень хорошие друзья. Ну не отворачивайся. Ну не будь такой жопкой. Вот вы понимаете? Он становится трошки жопкой. Ну что, ребят. В этой серии, наконец-то, у нашей Оливки и у Джеки есть золотые медали. А еще наша Джеки решила взять еще одну лошадь. И мне кажется, что Норман будет в шоке. А вот у Нормана как-то не складываются отношения с его новым другом. Надеюсь, что все-таки, может быть, в новой серии они как-то поладят. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok